Завораживающие замки и башни, узкие улочки, выложенные брусчаткой, деревья и ручьи. На первый взгляд это похоже на средневековый город Европы из сказки братьев Гримм. Но Кампонополис на самом деле находится на окраине столицы Аргентины. И построили его в 20 веке. Это загадочное место в средневековье, где всё возможно и всё может быть использовано заново. Фантазийный мир создал аргентинский бизнесмен-миллионер Антонио Кампано в конце 70-х годов прошлого века. Работу начал, когда ему поставили диагноз – рак. Мужчина решил, что проведёт остаток своих дней, воплощая мечту. И в 30 километрах от Буэнос-Айреса начал расти город. Теперь им управляет сын бизнесмена. «Антонио Кампано приобрёл это поле в 70-х годах. Он мечтал построить здесь ферму. Затем состояние его здоровья заставило его изменить свою жизнь. Он начал работать без генерального плана, без архитекторов, рассчитывая только на оставшееся время». Сегодня Кампонополис – это самые зелёные 200 гектаров в этом районе. А изначально это было заброшенное и грязное место. Почти всё построено из вторичного сырья. И его применение нередко очень необычное. «Самое смешное, или остроумное, или безумное в том, что он использовал то, что другие люди не использовали бы. Например, воронкообразные бункеры переворачивали и использовали как крыши башен. Стены сделаны из булыжников или из кирпичей плавильных печей. Идея состояла в том, чтобы повторно использовать всё». Посетителей сюда пускают только раз в неделю на четыре часа. «Здесь особая атмосфера, потому что все материалы со своей собственной историей. Каждая дверь, каждые ворота имеют свою отдельную историю». Несмотря на поставленный диагноз, Кампана прожил ещё 20 лет. Всё это время он по 14 часов работал на стройке с командой из примерно ста рабочих. Архитекторов не нанимал, все проекты делал сам, хотя до этого работал директором сети супермаркетов. Это место по-прежнему окутано атмосферой таинственности. Ведь хозяин города никому не позволял в нём жить. Не осталось также ни одного чертежа. Свои двери для посетителей Кампанополис открыл в 2008 году после смерти своего создателя.